Всем привет, дорогие друзья! На дворе уже сентябрь, а значит многие уже пошли в школу или в другие учебные заведения. По этому поводу в сегодняшнем видео я покажу вам 10 пранков, которые понравятся каждому и которые вы сможете повторить над своими друзьями. Но будьте осторожны, ведь используя пранки, можно остаться без друзей. Итак, поехали! Сейчас я вам покажу способ отлично подшутить над одноклассниками. Для этого пранка нам понадобится телефон и колонка. Для начала заходим в Play Market и качаем там специальное приложение, с помощью которого мы будем включать сирену. Найдите именно то приложение, где есть звук сирены из вашей школы, чтобы было максимально правдоподобно. Обычно сирены не сильно друг от друга отличаются, поэтому с этим, думаю, у вас вопросов не будет. Итак, мы скачали приложение. Дальше нужно подключить колонку к телефону и спрятать ее как можно ближе к громкоговорителю, который оповещает о тревоге. Далее нам осталось всего лишь включить звук и наблюдать за реакцией ваших одноклассников. А для этого пранка нам понадобится рюкзак одноклассника, над которым вы хотите пошутить. И кирпич. Почему бы и нет? Можно вместо кирпича использовать камень. Но важно, чтобы он был относительно тяжелым, чтобы одноклассник мог почувствовать, что что-то не так, и заглянуть в рюкзак. Как только одноклассник попытается надеть рюкзак, кирпич сразу даст о себе знать. Реакция одноклассника будет бесценной, не забудьте заснять это на камеру. А этот пранк подойдет для тех, кто часто пропускает школу. Делать его можно в абсолютно любой школьный день, как только одноклассник придет в школу. Но лучше всего делать это на 1 апреля. Так эффект будет намного круче. Итак, для начала нам нужно написать максимально правдоподобное уведомление, в котором будет сказано, что данного ученика исключают из школы за пропуски. После чего или подговорить учителя, или же вручить самому, сказав, что директор просил передать. Второй вариант лучше тем, что так вы сразу же сможете увидеть первую реакцию ученика. Важно писать максимально правдоподобную записку, чтобы одноклассник точно поверил в это. Кроме того, что играть в игры и сидеть в соцсетях, на телефоне можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке. Проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер. А лучше на все сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде 5 долларов. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя. Ссылка в описании. На перемене попросите у друга телефон. Скажите, что вам нужно срочно позвонить и что на вашем телефоне закончились деньги. После того, как телефон друга окажется у вас в руках, поставьте тайком будильник на 2, на 3, на 4 и на 5 часов ночи, чтобы каждый час другу звонил будильник и не давал ему уснуть. На следующий день по глазам друга и по его состоянию можно будет понять, удался пранк или нет. Разыгрывать только одноклассников скучно. Поэтому вот вам пранк, который можно коллективно провести над учителем. И все, что нам нужно, это заранее подговорить каждого ученика, сдать учителю математики тетрадь по русскому языку и учителю русского языка сдать тетрадь по математике. Важно всячески отвлекать учителя во время сбора тетради, чтобы он не заподозрил подвох. А подмену понял только через некоторое время или вообще дома. Следующий пранк нужно будет провернуть над одноклассницей. Для его нам ничего не понадобится, только серьезность и уверенность в голосе. Подходим к однокласснице и говорим. «Давай я тебе погадаю. Дай свою правую руку». Повторюсь, что важно делать это с серьезным лицом и с точно таким же голосом, чтобы у одноклассницы и тени сомнения не было, что на самом деле все это розыгрыш. Как только одноклассница дает руку, ты просто водишь пальцем по ней до тех пор, пока она что-нибудь не скажет тебе. После этого тебе нужно сказать. Эту фразу ты скажешь своему первому мужу в брачную ночь. Если все делать правильно с серьезной интонацией лицом, то получается очень даже смешно. Попробуйте. А вот вам и пранк и лайфхак в одном лице. И проводить мы будем его опять над учителем. Если случилось так, что вам хотят написать замечание в дневник о плохом поведении, подготовьтесь к этому заранее. Нам нужен конверт или что-то похожее на него, а также бутафорские деньги из банка приколов, которые продаются на каждом углу. Кладем деньги в конверте на страницу, где предварительно учитель будет писать замечание, и наблюдаем за его реакцией. После этого важно вовремя рассказать учителю, что это все пранк, и его просто разыграли. Тут два варианта развития ситуации. Или вы получите еще одно замечание, а значит лайфхак не сработал. Или же вас простят за плохое поведение, потому что у вас отличное чувство юмора, что значит, что лайфхак рабочий. Закрепите монетки или купюры на потолке в классе, пока никто не видит. Совет. Можно использовать клей, а можно насадить монетку на скотч. Все зависит от того, сколько времени у вас будет на эту аферу. Когда одноклассники зайдут в класс, они заметят деньги на потолке. А вот взять не смогут. Если вы на все 100% уверены в том, что ваш учитель обладает отменным чувством юмора, проверните над ним вот этот пранк. Его можно использовать как в любой школьный день, так и на 1 апреля. Тогда эффект будет намного лучше. Итак, для начала нам нужно подговорить одноклассников слушать ваши указания. После звонка, как только учитель зайдет, он должен увидеть следующую картину. Вы сидите на учительском месте, а остальные ученики приседают. После того, как учитель насмотрелся на эту картину, скажите ему, что вы новый учитель предмета. Сначала учитель будет в недоумении, ну а потом, если у него хорошее чувство юмора, посмеется вместе с вами. Подарите или дайте взаймы однокласснику денежную купюру. Но только оговоритесь, что ее лучше не вставлять в банкомат. Одноклассник долго будет пытаться понять, в каком же месте купюра поддельная. Хотя на самом деле она будет настоящей, в то время как одноклассник будет думать иначе. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о выходе новых роликов. Мы продолжаем школьную тематику, а значит, если видео набирает 3000 лайков, я сделаю лайфхаки для школы, которые вам точно понравятся. Все зависит только от вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok